Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. 9 августа у нас на дворе. И сегодня мы с вами посмотрим, как развиваются виноградные кустики второго года жизни, как у них созревает урожай. Посмотрим кустики этого года посадки, покажу виноградную школку. Ну и прежде чем мы пойдем это смотреть, еще пару слов хочу сказать. Недавно получила два таких очень интересных комментария. В одном было, что ай-яй-яй, как вам не стыдно вообще показывать такой виноградник, это же сплошной бурьян. А второй комментарий был, боже, какой ужас, как можно выращивать виноград вот так в траве, там же куча инфекций, все профессионалы растят под черным паром. Ну, на самом деле выращивание при использовании голой земли, да, черного пара, это никак не является критерием профессионализма. Но я вам покажу, как вот у нас растет в бурьяне, да, и немножко вот темы болезней тоже коснусь кратенько. Ну, а теперь пойдемте смотреть. Вот так у нас выглядит виноградник второго года посадки. В середине лета мы установили шпалеры. Растет, конечно, все по-разному. Есть кустики, которые растут очень активно и уже доросли до верхней проволоки, потом посмотрим их поближе. Но есть кто-то такой вот небольшенький. То есть, конечно, кустики развиваются, ну, каждый, скажем так, по своему ритму. Мы даже думали, что в этом году мы еще сможем их удержать на палочках. Но не получилось, пришлось ставить шпалеры. В середине лета мы их и сделали. Теперь уже все красивенько подвязано. Традиционно немножко пробежимся по сортам. Вот этот гигант, вот этот монстр, это Наташа Ростова. Даже там и пасынков много, и вон до верхней проволоки она уже доросла. Есть небольшой урожай, но пока еще ягодки небольшие. И вот такие у нее груздочки на сегодняшний момент. А вот, смотрите, интересный кустик. Такой, я бы сказала, средний по росту. Для второгодки вполне хорошо. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Я хочу обратить внимание вот сюда. Это начало вызревания лозы. Ничем не обрабатывалось. То есть калия мы еще не давали на этом участке. Тем не менее, процессы идут. Вот там тоже видно. Вот. Все вот это вот. Это начало вызревания. Ну, по вызреванию лозы мы вообще отдельно еще поговорим с вами. Это дармика. Вот еще один кустик. Это урум. Тоже такой по росту. Вполне нормальный для второгодочки. И то же самое, смотрите, немножко в меньшей степени, но лоза внизу начинает уже желтеть. То есть тоже начинаются процессы вызревания. Вот этот кустик тоже показывала вам в начале лета. Показывала, что растет он у сарая. Очень плохо развивался, потому что здесь стекала водичка. Ну, вот набрался сил. И, в принципе, вполне себя неплохо чувствует. Здесь у нас хелена. Один побег чуть-чуть не дорос до верхней проволоки. Второй дорос. И также будет некоторый сигнальный урожай. А вот это у нас шарада уа. Рост небольшой, но есть ягодки. Правда, там грозочку можно несколько уменьшить. Вот там она в траве прячется. И тоже начинают идти процессы вызревания. Пусть вас не смущает вот это вот разноцветие. Все там нормально, нет там никаких болезней. Повторю, что по вызреванию лозы отдельно будет ролик. Поговорим там более подробно. Пинануар, клон урожайный. Хороший рост. Тоже я вам его показывала. Грозочка вот там небольшенькая. И смотрите, лоза достаточно толстая. Вот, 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 вот. Показываю, да? Две грозочки у нас здесь. Вот одна. Вот вторая. Грозочки маленькие, поэтому я оставила обе. И обратите внимание тоже на лозу. 9 августа. А процессы уже начались. Ну, тоже, почему здесь один побег. Так получилось, проснулась только одна почка. Кстати, смотрите, даже на пасынке есть маленькие ягодки. Мы их, конечно, уберем. Олег. Рост средний. Лоза пошла на вызревание. И ягодки тоже есть касательно. Сейчас подозреваю, что пойдут вопросы, что это за болезнь. Черные точки на ягодах. В нашем случае это не болезнь. У нас в этом году на этом участке прошел град. Град прошел небольшой. Но вот уже висели грозочки. И ввиду того, что виноградник по каретке, и, скажем так, не было большой защиты листьями, то ягодки побило градом. Кое-что я вырезала, но не до всего мне была возможность дойти. Поэтому вот эти черные точки – это просто градобой. Ну, а теперь немножечко поговорим про бурьяны, траву и все остальное. Да, мы выращиваем виноград в траве. Нам так проще, нам так удобнее. Мы не хотим тратить силы на какую-то перепашку, прополку. Тем более, что в наших условиях в Беларуси достаточно влажный сорняк будет расти. Поэтому тратить на это время и силы свои мы считаем неправильным. Но это наше мнение, которое мы, как говорится, никому не навязываем. И вот все мы растим в задернении. И конкретно даже вот этот участок, который я вам сейчас показываю, в прошлом году здесь было распахано еще предыдущими владельцами. И мы, собственно говоря, ничего не делали. Мы не перепахивали здесь. Здесь рос совсем сорняк такой, лебеда. Послен он кое-где еще и сейчас растет. Мне не стыдно за это. Да. И мы просто решили все это косить, потому что надо было быстро все засаживать. Поэтому что-то перепахивать и что-то здесь делать не было возможности. Подсевала я клевер. Активно подсела этой весной. Ну и вот, собственно, клевер. Уже очень много чего забил этого сорняка. Еще пару, скажем, раз так покосить. Клевер здесь размножится и вообще все будет хорошо. И касательно болезней, что ай-яй-яй, это рассадник болезни. Ну, не знаю, кто это придумал. Нет здесь никакого рассадника болезни. Более того, я тоже много раз говорила, что на самом деле поддержание почвы в натуральном состоянии, в том числе, создает и определенный иммунитет растениям. Потому что в почве живет все, кому надо жить. Они живут в той дружбе, которой надо. И вот, смотрите, пример. Да, кустик это небольшой. Это памяти Домковской. В прошлом году так случилось, что напала мильзию. Ну, повторю, что не до всего мы сейчас можем, скажем так, дойти. Не всему уделить должное внимание. И вот этот кустик практически от мильзию сгорел. Был примерно такой же росток, даже несколько меньше. К концу августа уже листьев на нем не было. Ну, все было печально. Так его поел мильзию, не успели. При том, что прошлый год у нас стояла жаркая, сухая погода довольно долго. Ну, да, потом пошли дождики. Конечно, это способствовало развитию грибковых заболеваний. Тем не менее, вот по мильзию, как мне кажется, прошлый год был, ну, как бы такой менее благоприятный для развития этого заболевания. В этом году у нас уже дождей шло достаточно много. Стало тепло, такая теплая, влажная погода. Вот самое, что ни на есть, чтобы вот этим самым грибам расти. Тем не менее, смотрите, кустик чистый. И что касается обработок. Обработка была две недели назад. И обработка была только вчера. Тем не менее, вот пока что кустик чистый. Ну, и в таком страшном бурьяне. Однако, ну, результат говорит сам за себя. Опять же, никому не навязываю сомнения. Ну, я верю своим глазам. Ну, тоже, смотрите, уже достаточно неплохо вызрело. Здесь у нас сидит севар. Растет хорошо. Ягодки есть. Маленькая гроздочка, да, в травке она плохо опылилась. Ну, смотрите, пошла окрашивание. Крупная ягодка, вот она пошла окрашиваться. Руон, да, как-то он сначала рос слабовато. Я вам его показывала при нормировке. Гроздей было много, но рос так себе. В принципе, конечно, есть и небольшенькие побеги вот с этой стороны. В эту сторону у нас два побега таких хороших, больших. Вот это все, что мы смотрим, это двухлетки. Они в прошлом году были посажены вегетирующими саженцами и выращенными из черенков. И вот гроздочки пошли активно окрашиваться. Ну, и, в принципе, с лозой там тоже начальные этапы вызревания они не есть. Вэльянт достаточно такой нагруженный кустик. Так много побегов, правда, до верха они не доросли, но, наверное, все-таки надо было чуть-чуть меньше побегов оставлять. Но Вэльянт у нас вообще оказался очень неухоженным. Ввалялся на земле долго. Так получилось. Ну, тоже интересный момент. Я рассказывала, уже это, когда я его показывала, ну, расскажу еще раз, что высажен он был, да, вегетирующим саженцем. Там буквально было 4-5 листиков, очень слабенький. Ну, решил он, что ему надо расти. Рос хорошо в прошлом году. В этом году, сами видите, тоже. Вот здесь гроздья я вообще не убирала ничего. Ну, вот он пошел вот так активно окрашиваться. Да, в земле я. Ну, ну и что? Пока так. И точно так же вот там видно, как зреет лоза. Да, касательно листьев. Много спрашивали в предыдущих видео. Сейчас, наверное, тоже будете спрашивать. Если вот внизу такие листья, там, пожелтевшие, покрасневшие, покоричневшие, сделаю один видео. Расскажу вам все про эти листья. Вот это альминский. Тоже показывает такой хороший рост. Я вам показывала его при нормировке. Гроздей тут было очень много. Я оставила мало, но грозди просто-таки вообще красиво-красиво. Я хожу, можно сказать, каждый день любуюсь. Мне кажется, это какой-то шедевр. Ну, пока еще не красится. Ну, посмотрим. С учетом этого года, с учетом отставания, тем более, что это второгодка, я сильно на него не рассчитываю. Ну, грозди классные. Будем надеяться, что будет стоять хорошая погода. Сейчас, в ближайшие недели полторы, обещают нам солнышко, обещают тепло. Так что будем надеяться, что мы увидим его в полном созревании. Кадарка. Ну, в принципе, уже практически в росте остановилась. Хотя, так растет неплохо. Висит она, гроздачка. Посмотрим, что из нее будет. Ну, здесь, конечно, пока по вызреванию лос особо ничего сказать нельзя. Впрочем, еще начало августа. Легенда рядом. Техническая легенда. Тоже, видите, шикарно растет. При том, что весной она очень отставала. Я даже думала ее заменить. Но, тем не менее, оказывается, вот так. Бывает, что отстающие весной потом очень сильно нагоняют других в росте. Здесь у нас малыши этого года посадки. Конечно, такого красивых съемок не получится. Да, все растет в траве. Тем не менее, растет. Вот, напомню, в этом году мы садили сюда сразу укорененные черенки. То есть, никаких стаканчиков, никаких выращиваний. В кельчеваторе подержали черенки. И где-то в середине мая, я оставлю ссылку на то видео, мы все высадили. То есть, просто укорененные черенки на постоянное место. Конечно, как и любое абсолютно растение, все растет по-разному. Кто-то такой крепенький и хорошенький. Кто-то послабее. Да, вот оно у нас пока что сидит вот так. Где-то не совсем ухожено. Не на все хватает времени. Но наши постоянные зрители, на самом деле, знают, что вот этот участок у нас появился прошлой весной. И здесь действительно был бурьян, было очень много работы. Поэтому все успеть и привести в идеальный вид, ну, не всегда возможно. А вот, кстати, смотрите, кустик, ну, достаточно неплохо развивается, да. Это слава. Вот как раз-таки, когда мы все садили, я показывала, сюда был посажен черенок без корней. Ну, тем не менее, видите, он пошел расти. И достаточно неплохо. Хотя сам этот способ, честно говоря, мы остались им не очень довольны. Чуть позже объясню почему. Хотя, по большому счету, все растет довольно-таки неплохо. Это у нас малыш с цитронным огорачом в этом году был посажен маленьким саженцем, выращенным с черенка через горшочек. Сейчас как раз-таки поговорим, почему мы хотим от некоторых способов выращивания отказываться. Его мы садили на камеру, все это показывали. Ну, видите, растет не так хорошо, как нам хотелось бы. Впрочем, смотрите, как бы, вот, все это молодежь у нас, ну, немножко поливали, конечно, но уделить ей должного внимания не всегда была возможность. А вот школка, высота полтора метра, уже много чего было прочеканено и кое-что даже не один раз. То есть, школка растет шикарно. И сейчас я уже туда не полезу, вчера была обработка. Тот же цитронный огорач, он был посажен в том числе и в школку. Ну, и там он раза в четыре крупнее, чем то, что я вам показала, то, что было сразу посажено на постоянное место. Поэтому школка все-таки показывает, ну, наиболее хорошие результаты, при том, что в школку мы садили черенки даже не с корнями, а просто в кельчеватре мы их подержали недельки-две, пока еще корней не было, и просто в пленочку, скажем так, потыкали. Тоже мы это все показывали. Кому интересно, я ссылки все под роликом оставлю. Можно будет это посмотреть. Поэтому вот школка развивается просто шикарно, замечательно растет, но опять же, почему, да, хорошие условия. Здесь она все сидит в пленочке, правда, вот пленка была градом повреждена, повреждена достаточно сильно, но ничего страшного. Там же проложен капельный полив, поэтому тут все хорошо поливалось, хорошо прогревалось. Ну, и это, видите, какой дает в итоге результат. Подводя итог, да, все развивается по-разному. Тем не менее, молодой виноградник очень радует глаз. И достаточно хорошим ростом, и вызреванием лозы, видите, а так сложились условия. С одной стороны, мы говорим, тяжелый год, тяжелый год, да, он действительно тяжелый. По своим погодным условиям это и холодная поздняя весна, и достаточно у нас был холодный июнь, тем не менее, вот, оказывается, может быть и так. О чем это говорит, вот, касательно вызревания лозы, да, и большинство кустов, у которых началось это самое вызревание лозы, они показывают хороший рост. То есть в почве всего хватает для того, чтобы растения себя комфортно чувствовали. Вот в этом бурьяне, да, всего хватает, чтобы виноградник хорошо развивался. Ну, конечно, будем надеяться, что все-таки погода нас порадует, может быть, еще будет какое-то бабье лето, и мы сможем и посмотреть урожай на этом участке, вот на молодых кустиках, в его нормальном созревании. Ну, а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, оставлю другие интересные ролики, мои контакты и ссылку на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!